Спасибо, господин председатель. Мы благодарим вас и китайскую делегацию за создав сегодняшнего важного заседания, а господина Салямой за объективный брифинг. Господин Салямой, вы знаете, что в России высоко оценивают ваши усилия, честный и профессиональный настрой на работу. Знаем, как много вы сделали для восстановления ООНовского присутствия в стране. Но реалии в Ливии таковы, что мы нечасто слышим в Совете Безопасности новости, которые настраивали бы нас на оптимистический лад. Глубокая раздробленность Ливии, доминирование локальных интересов, подчас подогреваемых внешними силами, всевластие вооруженных группировок искренне удручают. Тревожат вспышки насилия, от которых не застракована и ливийская столица. На нестабильном юге страны усугубляется вакуум власти, сохраняется и обостряется угроза терроризма. Вот результат безответственного внешнего воздействия на Ливию, которое имело место в 2011 году. Ценим усилия, которые предпринимает ООН для восстановления единства страны, сближения ее государственных институтов, включая силовые структуры и выхода на путь социально-экономического развития. Рассчитываем на прогресс в реализации плана действий ООН, одним из ключевых элементов которого являются всеобщие выборы. Залогом их успешного проведения должно быть общее понимание ливийцами параметров народного волеизъявления, требующих соблюдения необходимых внутригосударственных процедур. Необходимо учитывать наличие благоприятных условий для осуществления голосования. Выборы должны быть шагом к единству, а не к фрагментации страны. Мы надеемся, что решению этой задачи будет способствовать национальная конференция, о которой вы, господин Салямы, только что нам объявили. Предлагаемый ООН при участии профильных международных институтов, экономические реформы должны быть направлены на защиту интересов ливийцев и также способствовать их объединению. Мы прекрасно понимаем, господин Салямы, что ООН в одиночку вывести Ливию из этой глубокой фазы нестабильности будет очень и очень сложно. Вам требуется международная поддержка. Видим, что при непосредственном содействии господина Салямы на разных уровнях идут межливийские контакты. На отдельных дорожках хорошо помогают соседи. Отметим отдельно усилия Арабской Республики Египет. Выдвигаются международные инициативы. В настоящий момент мы ожидаем проведения по предложению Италии конференции в Палермо, в которой намерены принять самое активное участие. Позитивно оцениваем идеи и инициативы итальянского правительства. Подчеркиваем, что все усилия необходимо координировать под эгидой ООН, как это зафиксировано в документах Совета безопасности. Мы с осторожностью относимся к рестриктивным мерам. Оценивая их с точки зрения эффективности, а также влияния на политические усилия и положения гражданского населения. В последнее время все чаще приходится слышать призывы к наращиванию санкционного инструментария в ливийском контексте. Понимаем, что нужно бороться с теми, кто подрывает мирный процесс, наносит вред нефтяному сектору экономики, совершает преступления против гражданского населения или мигрантов. Однако во многих случаях ответ лежит в плоскости национального правосудия и международного сотрудничества в этой сфере. Угроза санкций Совета безопасности не должна служить инструментом манипуляции внутри страны для сведения счетов с политическими оппонентами. Иначе результаты санкционного воздействия будут диаметрально противоположными официально заявленным. Главная опасность в том, что благие по форме намерения будут на деле осложнять задачу объединения страны. Призываем членов Совета безопасности внимательно изучить предложения, которые только что озвучил уважаемый постоянный представитель Экваториальной Гвинеи. С тем, чтобы найти формулу урегулирования проблемы миграции. Бороться нужно не с мигрантами, а с теми, кто создал, а теперь наживается на этом криминальном бизнесе. Вот где санкции будут действительно необходимы. Тщательного разбирательства требует ситуация с ливийскими активами, замороженными решениями Совета безопасности. Вопросы об их защите, которые ставят власти Ливии, вполне справедливы. Эти средства еще понадобятся, когда страна восстановит свое единство и начнет выздоравливать после глубокого кризиса. Да и в отношении жизненно важного нефтяного сектора следует подчеркнуть, что эксплуатация природной богатой страны должна способствовать развитию самой Ливии и повышению благосостояния ее граждан, а не служить интересам посторонних держав. Недра Ливии принадлежат только Ливии и ее народу. Мы приняли участие в важной поездке делегации санкционного комитета во главе с поспредом Швеции в Триполи в рамках запланированного визита, полностью согласны с вами господин Кок в том, что в работе СБ ничто не может заменить полевые визиты. К сожалению, по тем или иным причинам не удалось посетить восточные регионы страны и встретиться там с местными представителями властей. Рассчитываем, что представитель комитета, работу которого мы позитивно оцениваем, как можно скорее исправит эту оплошность и выполнит условия утвержденного нами всеми круговедения этой миссии, а по итогам сделает соответствующий доклад Совету, доклад членам комитета. Давайте совместно по спреду Швеции помогать, тем более, что только что все члены Совета Безопасности высказались в пользу работы и контактов со всеми ливийскими сторонами. Знаем, что господин Салямы полностью разделяет такой подход и готов оказать необходимое содействие. Совет Безопасности не имеет права допускать перекосов в работе с ливийскими сторонами. Это было бы неверно с политической точки зрения и может негативно сказаться на объединительных усилиях, которые энергично предпринимаются под эгидой ООН. Со своей стороны Россия, задействуя бесценный исторический потенциал дружбы с ливийским народом, продолжает работать со всеми сторонами, поощряя их к объединению страны, преодолению разногласий и переходу к фазе устойчивого развития. Будем предпринимать такие усилия самостоятельно и во взаимодействии с друзьями из Лиги Арабских Государств, Африканского Союза, международными партнерами. Благодарю вас за внимание.